Знаешь, я хочу рассказать про то, что вот все надежно, недвижку не отберут. Вот эти вот ваши облигации, эти акции, блин, вообще сейчас все приватизируют, национализируют и, как всегда, через 10-15 лет ничего не будет. Это записали? Конечно, конечно. Часто мне приходится слышать, что люди очень критически относятся к вопросам инвестирования в облигации, в акции. Предпочитают, например, золото, недвижимость, драгоценные металлы. И сегодняшнее видео посвящено вопросам надежности инвестирования денежных средств, какие были прецеденты за последние 100 лет, в чем они выражались, и сфокусировать ваше внимание. Когда мне говорят, что в самые трудные годы, даже в период перестройки, шоковой экономики, у кого была своя квартира, осталась своя квартира, и вот я в ней живу, ничего мне от этого не будет. Ребята, я не хочу сейчас с вами что-либо спорить, я высказываю собственное мнение раз. Два, я вам хочу показать, что все-таки бывает в современном мире, когда то, что кажется черным, вдруг становится белым. Первый пример такой показательный. Куплю драгоценный металл. Слитки золота, серебра, драгоценные монеты. Уж его-то у меня никто не отберет, будет там в банках лежать. Ну, во-первых, то, что лежит в банках, ребят, вообще проблем забрать нет. Во-вторых, сейчас вы видите скрин указа Теодора Рузвельта от мая 1933 года. В рамках данного указа давалось всем гражданам и юридическим лицам 25 дней на то, чтобы перевести все золото, передать центральному банку, перевести на хранение в Форд Нокс, при этом устанавливался фиксированный курс. То есть золото забирали по курсу 20 долларов 66 центов за тройскую унцию. По прошествии 25 дней, если у вас находили золото, физическое, без разницы, физическое лицо вы и юридическое, на вас налагался штраф в 10 тысяч долларов. Вы сами можете посчитать, что такое 10 тысяч долларов при стоимости тройской унции 20 долларов 66 центов. Это почти 4,5 килограмма золота. Штраф. Помимо всего прочего, 10 лет решения свободы. То есть это было очень жестко, это в очень короткие сроки по фиксированной цене. После того, как этот указ был исполнен по прошествии 25 дней, курс тройской унции составил 35 долларов за тройскую унцию. То есть забрали в население физических лиц по 20.66 за унцию. После того, как забрали, курс был 35. И скажите, что это невозможно. Второе, что касается недвижимости. Бывало ли так, чтобы забирали недвижимость? Было? Ну в принципе было. Опять же, было это когда? Было это в период революции. Подселение то же самое посмотрели. В современных условиях нет необходимости что-либо забирать. Но давайте вот встанем на обратную сторону. Почему могут отобрать? То есть страх в чем заключается? Потому что есть ответственность государства, есть безопасность, которую нужно обеспечивать государству, есть социальная ответственность государства перед пенсионерами, неимущими, бюджетниками, инвалидами. Эти обязательства должно выполнять на себя государство. И оно должно пополнять бюджет. И поэтому получается, если оно что-то экспроприирует, если оно что-то забирает, то в этом случае для чего? Для перераспределения от богатых к бедным. И первый вариант, это быдляцкий вариант, прийти, у всех все забрать, забрать в общий котел, всем поделить. Вот она социальная справедливость, каким образом будет. Вопрос, зачем это делать? Ну давайте вот гипотетически предположим. Вот вы владеете недвижимостью, и вас будут раскулачивать, будут забирать недвижимость. Что государство с этим будет делать? Каким-то неимущим отдавать? Ну недвижимости слишком много. Сейчас в современном мире все делается гораздо изящнее. Если мы посмотрим на западные страны, посмотрите какой там размер налога на имущество. Зачем государству забирать имущество, когда оно просто от рыночной стоимости этого имущества каждый год может брать свои 5-8% налогов и постепенно растить. Поэтому государство не будет изымать квартиру, но вы должны понимать, что вы будете за это платить за счет того, что будут увеличиваться налоги. Будет увеличиваться ставка налога на имущество. И в любом случае налоги это затраты на владение. Вы в голове будете считать, что недвижимость будет расти на уровне инфляции, но с ростом налоговой ставки, соответственно, будет падать эффективный доход из положения в недвижимость. Но в принципе это можно рассматривать как инструмент. И ничего не исключать. Самое главное, нельзя ничего не исключать. Просто сделать предположение, а что будет, если обучая, рассказывая, показывая людям, что есть вещи, которые мы не можем прогнозировать, есть вещи, которые мы не можем предугадать. Я решил сейчас в условиях нестабильности, неопределенности проводить эксперимент. Я покупаю недвижимость. Недвижимость стоимостью 15 миллионов рублей. На сопоставимую сумму порядка 15 миллионов рублей будет вложено в облигации. И смотрим, кто нам обеспечит наибольшую доходность, кто справится с функцией передачи капитала в будущее. Я думаю, что факторов неопределенности сейчас чрезмерно много. У нас сейчас практически на самых максимальных значениях процентная ставка центрального банка. У нас недвижимость выросла от 30 до 50%. То есть сейчас принимать решение очень сложно. Но проверенные рыночные цифры должны быть. Я стараюсь именно в рамках этого эксперимента предоставлять рыночные цифры. Я не могу сказать, что это будет прям вот показательно. Потому что нужно понимать, что от объекта недвижимости, от его локации много что зависит. Но тем не менее покажу, какие трудности, сложности при покупке недвижимости. Какие плюсы можно получить при покупке недвижимости. И какие преимущества есть при покупке облигаций. Все в открытом виде можете посмотреть, наблюдать. Ссылка на проект в описании к данному видео. Второе, что касается по поводу драгоценных металлов. Что изымут, запретят. Посмотрите, как развивалось закладательство в России для тех, кто покупает слитки драгоценных металлов. Сначала был НДС. Просто НДС. Сначала 18%, потом 20%. Случился кризис. А государство говорит, ребят, все отменяем, НДС платить не надо. Хотите покупать? Покупайте. Проходит один год, золото это еще не касается, но серебра. Покупаете, если слитки, вам дают выбор. Или вы покупаете слиток, который вы забираете с собой. Тогда говорит, ну если с собой забираете, 20% все-таки НДС придется заплатить. Вы уж извиняете. Но если ты оставляешь этот слиток на ответственное хранение в банке. Вот тебе бумажка, сертификация свободит. Тогда 20% не заплатишь. И тогда вопрос, зачем вам изымать? Зачем вам какие-то штрафы? То есть вы просто можете сработать на жадности человека. Получается, что я покупать буду на 10% дороже из-за спреда между покупкой и продажей. И еще сверху мне нужно заплатить НДС. 20%. Который мне никто не будет возмещать в случае продажи. Таким образом получается, что изначально я на входе при покупке физического золота, я уже 5% отдам банку, взял услугу за такую. 20% сразу же отдам государству. И да, буду сидеть. Он будет этот слиток мне душу греть серебряный. Что вот я его купил, он у меня есть. И если вдруг там будет адская девальвация доллара, а может быть рубля, а может быть евро. У меня вот есть кусочек металла. Напишите, пожалуйста, в комментарии, понимая все это, то, что я сейчас изложил, ваш выбор какой будет. Слитки серебра будете покупать? Вот на таких вот условиях. Или 20% НДС и забирая его с собой свободен. Или же оставляя на ответственное хранение. Что выберете? Ребят, наверное, услышали два непонятных слова. То есть первое слово спред. Спред это разница между ценой покупки и продажи. Вы приходите, например, смотрите. Сегодня курс доллара центрального банка установлен на уровне 89 рублей. Приходите в обменный пункт, вам продают по 91, покупают по 87. Вот разница между 87 и 91 рублем, да, это называется спред к курсу установленному центральному банку. То есть банк на этом зарабатывает. Они минимизируют риск, они просто расширяют. Хочешь купить доллар, а этот доллар, он только в течение дня может колебаться в цене 1,5-2%. Я тебе, соответственно, буду продавать на 3% больше, а покупать у тебя буду на 3% дешевле. Вот тебе спред 6%, все равно ты в это попадешь. Ну и девальвация. Девальвация это обесценивание национальной валюты по отношению к чему-либо. Друзья, это то, что хотелось сказать по поводу надежности. И вывод, который был в конце данного видео. В конце концов, самое лучшее решение, которое может быть сейчас принято, это перестать кидаться из крайности в крайность и иметь всего по чуть-чуть. В портфеле должны присутствовать все классы активов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok